Здравствуйте, простите, пожалуйста, за мой ракурс, непредвиденное обстоятельство, конечно же, очень, блядь, непредвиденная вода. Хотела вообще начать выпуск сегодня с фразы «смотрите, на какую машину я насосала», потом посмеяться надо этим, но не вышло как будто. Я сейчас уже не в машине, даже не могла учудить вам эскортную шуточку. Мне же нужно как-то поддерживать слухи, когда про меня говорят, что я эскортница, правильно? Напоминаю, что прожил парфюмер на конситут с текстовой аудиоинформацией. Я бы сейчас ввела пармат личных встреч, где мы с вами собираемся, выбираем вам ароматы и тем самым подбираем вам парфюмерник ГРД. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Значит, на повестке дня, во-первых, я в шоке Атос этим летом. Меня редко кусают какие-то насекомые, потому что их очень боюсь, я их избегаю, а тут прям садятся. Садятся, ползают на меня уже второй день подряд, просто какая-то атака. У меня, кстати, был случай, когда я нанесла на себя муму французскую кожу, у меня в этот момент кусает Асан. То есть она, видимо, реально подумала, то ли это натуральная роза, справленная росой, то ли я не знаю что, но она меня настолько сильно укусила, что я просто охерела, просто одурела. И здесь то же самое, как медом намазанным. Знаете, если на меня мухи садились, то, конечно, было бы поинтереснее. Я бы сказала, о, на говно летник, а здесь уже, извините, осы. Это уже, считаю, заедание на успех, взять сюда. Знаете, ну, мне, в принципе, нравится, это оказывается натуральная, натуральная. То есть все это выглядит довольно-таки органично. Я не могу все время в квартире писать, что поехала сегодня на водохранилище Траковское. Надо кататься на Вейке, не было солнца, вот оно вылезло. А у меня же высохла голова, и она чистая. Я вот думаю, а пойду или я кататься? Вот, наверное, не пойдет, потому что что-то уже мне не хочется. В вонючей воде плавать, потом вечером, если еще куда-то идти, надо голову мыть, не хочу. Вот, вы скажите, вот, вы все такие, вот, как я. Есть же люди, которым пофиг ему этот комфорт. Я не могу, вот, если нарушать ему комфорт, я знаю, что вечером буду себя чувствовать мега-некомфортно с грязной башкой, и хер, пойду куда кататься. Это кошмар. Так, наверное, нельзя. Короче, значит, сегодня долгожданный выпуск долгожданный. Почему? Потому что фурор какой-то вызвал этот запрос. Я решила вам записать сегодня про шлейфовый аромат. Уже был такой выпуск, но прям сегодня будет про мастодонтов. Я хотела прям вам списком ароматы составить, но их очень много на самом деле, очень. Поэтому я решила пройтись по маркам, перезаговорить про марку и говорить такие вот прям самые запоминающие, самые шлейфовые ароматы. Вообще, я тут думала, что house of sillage читается, но правильно читается house of sillage, потому что sillage на французском языке значит шлейф, шлейф. Про то, что нам дает шлейф в ароматах. Это диффузность. Диффузность парфюма. Чем сильнее диффузнее распыление, тем это все будет пролонгирование, длиннее. Но не обязательно поэтому, потому что на диффузию влияют у нас компоненты. Но угадать, как диффузия будет работать в тех или иных ситуациях, мы не можем. Потому что бывают диффузные ароматы настолько скукоживаются, что становятся плоскими и совершенно не шлейфовыми. На диффузность влияют, в первую очередь, ваша кожа, ваш тип кожи и климатические условия. Доказано, типа, в парфюмере, что комбинированная жирная кожа, она дольше держит ароматы. Но я от себя хочу добавить, что все-таки жирная и комбинированная кожа, она быстрее поглощает ароматы. То есть они быстрее в нее проваливаются за счет того, что у нас у кожи есть поры. И логично, да, поры шире у жирной кожи, и туда, соответственно, вся пирамида как будто бы проваливается. Почему говорят, что на горячей коже, горячей коже, горячей жирной коже, да, потому что горячая, она, в принципе, склонна, может быть, к жирности. На жирной коже быстрее ароматы раскрываются. То есть вы полчаса можете походить после магазина, уже знать, как это все будет звучать. Но сухой нет, 2-3 часа надо ходить, чтобы понять, будет какое-то говнище влазить или не будет. По-разному улетучивается аромат с кожей и с одеждой. То есть на одежде это может по 2-3 дня быть, а на коже 2-3 часа. Спокойно, такое может быть. Цветы, морские ноты, цитрусы, как правило, быстрее поглощаются кожей и быстрее с нее уходят. Шипровые ароматы древесные, мускусные, ванильные, они все-таки имеют более пролонгированное действие на вашей коже. Более. Поэтому я очень часто смешиваю ароматы. Например, я смешиваю ветивер молоко и от Art Collection Mas Cosmir. Ветивер молоко от X-Nila. У X-Nila очень диффузное распыление, но я не могу сказать, что это как-то вот очень сильно шлипнет. Очень долго как-то ощутимо у меня на коже. Но когда я смешиваю эту с маской шмир, муск, маска шмир, муск, наверное, кошмир, да? Маска шмир, ладно, от Art Collection. Когда, в общем, смешиваю эти 2 аромата, то у меня всегда это вызывает какой-то фурор. Мне всегда делают комплименты. Я сегодня в House of Cilash, в Breath of the Entity Night, добавила X-Nila ветивер молоко. И что случилось, у меня усилился только этот House of Food. Я сильнее слышу вот эти вот немножечко мокренькие тряпки персиковые. Но мне нравится. Мне прям захотелось этот аромат. Именно в жару, возле воды, как-то, не знаю, ну какой-то такой уходовый, ненавязчивый, ненадоедливый. И я его сейчас очень редко использую, хотя ему бы так вот привалось. Вот так вот просто. Значит, сегодня я не буду говорить про Бакару, естественно. Бакара – это шлейф на километры. Но, по крайней мере, раньше было так. Сейчас я тоже ее слышу за несколько метров. Я знаю, что кто-то в Бакаре. Ганимет тоже мы не будем обсуждать, потому что, ну, очень шлейфовый аромат. Не будем обсуждать ни Эрбопуру от Ксержо. Ну, сумасшедшая стойкость, да? Ну, что, одно и то же обсуждать. Там из Космола после любви мы тоже не будем обсуждать. Ну, то, что оно уже изъежено вдоль поперек. На Диор Пуазон, Диор Пуазон, очень много отзывов, что это самый общий шлейфовый аромат из люкса. Диор Пуазон, еще Кинзо Слоник, обязательно его протестируйте. И очень много отзывов на Маленарт Хабонита. Я знаю, что у меня многие из вас пользуются этим ароматом, потому что я его зачастую встречаю в наших парфюмерных дневных перекличках. Поэтому напишите мне, как стойкость. Говорят, что просто запредельная. Обязательно вам потом Диор мы потестируем, да? Ну, тут люкс, мстодонты шлейфы в люксе, посмотрите, и стойкости. Руханов вроде бы не видно, поэтому извините. Короче, записывала я вам ролик, уже начала говорить про ароматы. В итоге я все удалила, потому что у меня вот так вот обрезана башка. Поэтому я выбрала, лучше я буду светить свои промежности, чем буду с обрезанной башкой. Это просто ушлепишь на благоритику, извините, конечно. Значит, друзья, мы с вами давайте начнем. Мы сегодня все-таки в первую очередь, в первую очередь, берем ароматы, которые отличаются своим шлейфом. Понимаете, вот если... Сейчас буду говорить про те ароматы, про некоторые ароматы дальше, которые очень шлейфовые, но они немножечко... Ну, хотелось бы больше от них стойкости. Но шлейф сумасшедший. То есть, допустим, 2-3 часа, если это будет шлейфить на вас, и вы потом будете обновлять, да? Это очень круто, в принципе. Потому что, ну, 2 в 1 это, конечно, очень здорово, но, к сожалению, видите, так это бывает, что приходится выбирать. Кто-то у меня любит просто стойкость, но я тоже люблю, чтобы от меня был шлейф. Но, как правило, если ты сильно шлейфит... Иди ты отсюда! Если ты сильно шлейфит... Вот, на руку все будет прямо. Если ты сильно шлейфит, то, как правило, это ты не будешь слышать. То есть, он будет чувствовать остальные, а ты как бы нет. Есть люди, они парфюмерные интроверты. Есть такие люди. Которым не хочется, чтобы кто-то знал, чем они побрызгались. Они не хотят, чтобы к ним подходили, спрашивали, а чем это пахнет? Потому что они не хотят лишнего внимания. Думаю, ты, в принципе, доебется, а вот сейчас я тебе вообще не отложусь. Да, вот им, хочешь же быть, никто не трогал. Даже в парфюмерном мире. Это тихие, такие интимные ароматы, которые для себя. Они могут быть очень стойкие, как, допустим, «Белый огонь» в Сан-Терензе. Это очень стойкий аромат, но он очень интимный. Он не шлейфовый совершенно. Это аромат для себя. Либо для какого-то очень близкого свидания, там, ночи какой-то романтической, да. Так же, как «Лемезон де Ливани», «Нуар Тоскан». Сумасшедший аромат. Просто взрывающий мозг своей красотой, потому что мед с виноградом там очень красиво обыгран. Но он интимный, он не шлейфовый. Потому что концентрация духи. Вот кто думает, что духи – это обязательно шлейф? Ну, кстати, нет. Кстати, нет. Вот духи бывает намного ближе сидят, чем парфюмерные, либо туалетные воды. «Да да уйди!» Вот всю жизнь, кстати, боялась ОС. Прям ходила, а-а-а, а-а-а. Думаю, пусть они меня боятся. Чего я боюсь? Вот так же в жизни. Кто-то обидит, говно сделает, сидишь такой, думаешь, ну, видимо, буду отвечать. Ну что, я и человека. А то, что тебя обижают, вообще человек у нас нравится, да? Почему так? Значит, друзья, мы с вами начнем с аромата «Сеншел Оркет» от Лоранз Мацоми. Это аромат бестселлер по всему миру, не только в России. То есть вся марка огонь. Сразу говорю, это стойкость, это шлейф. Не говорю уже про этот аромат, да? У них что, «Кемис Бланш», вот это отутюженная рубашка. Арсеник Осман, бесподобная замша с османтусом, замшево-османтусовый аромат. Уважаю его. Вообще один из самых красивейших османтусов в густых, правда. Если вам можно было дать хоть одну характеристику данной марки, то это можно было бы сказать шлейфовость. Потому что Лоран Мацоми все очень шлейфовое. Радикалотов тоже попробуйте. Очень интересный аромат. Неважно вообще, какой аромат из этой марки. Это все будет шлейфовое. Это все будет очень пролонгировано. Но мы сегодня поговорим именно про эту чувственную орхидею, да? Пара пшиков, и все будут обещаны, что вы пришли в ней. Все, она пришла. Все знают. Это для экстравертов, прям конкретных. Таких эстероидных личностей, которые любят привлекать к себе внимание. Это вот этот аромат вам сюда. Да? И если вам пятичасовая стойкость детский лепет, пожалуйста, это вот этот аромат. Он еще дольше звучит. Хотя, считайте, 4-5 часов это достаточно. То есть, это внушительная стойкость. Может, надо есть. Ты хочешь обновиться. 4-5 часов отлично. Но это еще дольше, да? И если для вас это 5 часов, это ничто, и у вас такое, вам кажется, и вам хочется чего-то такого страшного, шального, как Ирина Аллегрова, да, вот это Шайля императрица. Пожалуйста, Сеншел Коркет это для вас расплавленные смолы, гелиотропы, стручок ванили и, пожалуйста, и ведите за собой толпы людей. Это реально, это афродизиак. Обязательно вы тестируйте, потому что гелиотроп не всем подходит, не всем нравится эта нота, но, безусловно, она считается нотой афродизиака, тонный, романтичный, он такой серьезный, даже бы сказал, да? Ну, в принципе, он на любой возраст. Но, это Томас Космала Кенти. Аромат, который вообще выбивается из всей линейки Томаса, потому что в них довольно-таки сдержанный аромат. Сдержанный, гугловатый, то есть, они стойкие, шлейковые, сумасшедшие. Про номер 4 мы не будем говорить. Это понятно, это стойкость. Я не могу это носить, потому что я его купила с ею слепую, это прям чистый аммиак на мне, я его сразу же продала, потому что, ну, я не могу. Амбра с мускусом, никакой там бокары нету по миру. Это просто, но чего не скажешь про аромат Кенди. Аромат вообще не в характере в данной марке, что очень хорошо. Это для тех, кто любит фруктовые, гурманские ароматы, потому что здесь очень много красных ягод, земляника, клубника. Для меня это прям такой идеальный земляничный петушок на палочке. Идеальный. Он потом, конечно, в базе скатывается в сахарную вату в карамельный сироп. Шлейф очень длинный, как у всей марки. Этот аромат, он немного беззаботный, он немного беспечный, радостный. Такой какой-то живой. Знаете, вот такие кокетки ходят девчонки, но при этом он дерзкий. То есть он не такой слишком легкомысленный, Но он беспечный, он очень жизнерадостный. Чего там, допустим, не скажешь про Саншал Орки, да? Этот аромат уже посерьезнее. Кенди – это более легкомысленный стол, но дерзкая. Когда есть легкомысленная дерзость, это интересно всегда. Здесь есть этот интерес. Он на старте, мне вот эта земляника, она мне напоминает какое-то звучание в бокоре. Очень красивый, бесподобный шлейф. И вообще, я его, кстати, думала отблаконить. Я думала, фу, нет, надоест. Ношу, еще как нашу, я его даже не слышу на себе. Все, у меня альфакторную слепоту уже вызвала, я уже даже не слышу на себе. Вот я вообще не детям природы, понимаете, у меня летит какая-то труха, летает вот эта вот хуйня, извините, которая меня норовит постоянно укусить. И я сужжу, дергаюсь. И на каждый листок, который у меня под жопой, я думаю, что у меня укусила какая-то дичь. Значит, дальше мы перейдем, конечно же, к марке Монталь. Уже многих тошнит от нее, но я не могу не сказать про данный бренд, потому что он очень шлейфовый, ну согласитесь, ну сколько там ароматов. Из этой марки, ну кто-то, ну вы себе что-то точно найдете. Не нужно прям отворачиваться от нее, нет, потому что на любой вкус, на любой нос, что хотите, да. Конечно же, я скажу про Фуцф Дамаск, это малина, это деживика с кучей мускуса. Аромат я, к сожалению, отдала, потому что он никак не мог меня ослепить. Вот эта альфакторная Ольфаэктив Блайнер у меня не наступала с этим ароматом. Я его постоянно себе слышала, задыхалась, но я собирала тонны комплиментов. Очень кислый мускус, потому что фрукты здесь не справлены с сахаром, но мускусный аромат. Сумасшедший шлейф. Просто вот я приходила, у меня на работе все знали, что я пришла. Также аромат вот интенс тиары. Ну это бело-цветочный пудровый аромат, уже немножко в восточной такой тематике. Очень красиво звучит на брюнетках с восточной внешностью. Как раз-таки в белокожих и темнокожих. Это бесподобно. Если вы любите цветок тиары, тиары, тиар, попробуйте. Но на любителя он настолько яркий и бесподобный. Шлейф, боже. Так же, как у манго-манго. Это очень красивая пудровая бело-цветочная манго. Тоже, если вы восточная женщина, точнее, если вы женщина-брюнетка с восточной внешностью, пожалуйста. Единственное, что там в базе ут и тивер, это ноты на любителя. У меня подруга вот как раз с восточной внешностью бесподобно на ней сидела. Идеальное было лицо, идеальный макияж, ярко-малиновая помада и вот этот аромат. Он ей нравился только от начала до середины. Говорят, в базе слышат горькую ноту. Это витиллер, к сожалению. Но он бесподобный. Он очень интересный. Про ваниль Абсолют вообще ничего не буду говорить. Я его, когда наношу, я слышу просто какое-то густое, такое диффузное нанесение, какое-то облачко, что у меня что-то есть на руке. Но окружающие слышат это, я не знаю, метров пять. Все время подходили ко мне и говорят, что это? Постоянно. Это сумасшедший шлейф. Я вам серьезно говорю. Кстати, вот еще, я скажу про, тоже еще один аромат. Нарану Парфюмс. Вот этот Голд. Я опять забыла название, сейчас уже не полезу смотреть. Я его прикреплю, напишу в описании. Там что-то там Голд. Вот аромат клон флёр-наркотик. Клон. Но шлейф, боже, я не знаю, у флёра тоже такой шлейф. Я просто флёр не люблю. Это я даже поносила какое-то время. Это очень такой весенний аромат, очень цветочный, личный пион, все как во флёре, да, классика. Но у меня девушка, по-моему, бежала, говорит, у вас флёр-наркотик. Я говорю, нет, не флёр. А девушка стояла, извините, там метров шесть, наверное, у меня было. Это вот такая лодифузия была, тоже мастодон шлейф. Вот эти вот арабы, они умеют это делать. Дальше, конечно же, я поговорю, проговорю про классический шифровый аромат, который можно носить куда угодно. В офисе, на свидание романтическое, с этим уже серьезно, мужчины, в интернете, в ресторан, на бизнес-встречи, на целовой ужин куда угодно. Бежал молодой парень, ну, вроде, не 200 килограмм весит, но просто у меня упал телефон, у меня, если я эту съёмку продолжу где-то в другом месте, вот надо было так ногу опустить, сижу там, как жируха, конечно. Если эту съёмку продолжу в другом месте, с другой картинкой, вы же не обессудьте, потому что это невозможно, мне 6% осталось, вот сегодня всё не клеится, всё не так. Машина не открылась, телефон упал раз в 5 уже. Я, у меня, просто он стоит облокоченный на мои эти, кроксы. Ну, это вообще, ну, пофигу, ладно, я продолжу, что в другом месте. Значит, классический шипор, сислей, лусуар, иланг-иланг, ландыш, гвоздика, пачули, жасмин, амбра, мускус, всё это настолько качественно и грамотно скомпоновано, в принципе, это такой классический набор, да, и ландыш здесь включили, и жасмин, всё настолько, это вот аромат, я не знаю, это уже люкс считается, это же не масс-маркет, да, он стоит, кстати, совсем недорого, но это настолько аристократичное звучание, это вот прям аромат высшего света, то есть, если вы куда-то приедете, не знаю, на приём к королеве, просто небесное, к королю куда-то, то есть, высшее общество, вас, я думаю, закидают комплименты, он очень, ну, он, конечно, не знаю, как на королевские встречи его носить, потому что очень шлейфовый, очень яркий, очень ощущаемый, очень слышимый, но он, боже, он настолько вскрывает мозг своей красотой, дороговизной, я его первый раз услышала на женщине, в кондиционированном помещении, я просто, я потерялась, на мне он немножечко выдаёт пену для бритья, но это его не портит, то есть, это просто очень, это очень дорого, это вот какая-то дорогая блуза, белая, какое-то украшение, какие-то серьги, классическая юбка-карандаш, лодочки, и вот этот аромат, и сумка Шанель, извините, пожалуйста, нормально? Можно без сумки Шанель, этот аромат вам заменит, эту сумку. Дальше, мы возьмём бренд La L'Equite Magionnaire, я отмечу особенно аромат Дом Роза, это роза в шампанском, очень озоновая, очень шлейфовая, очень комплиментарная, её практически вы на себе не будете слышать, но другие вам обязательно скажут, боже, что это на тебе? Ну и, конечно, Бланш Бет, но Бланш Бет, это больше стойкость со шлейфом, Дом Роза, это шлейф со стойкостью, но здесь тоже, она где-то 3-4 часа, нужно обновлять потом, Бланш Бет подольше, но он и погуще, но Дом Роза, это очень шлейфово. Дальше, мы возьмём Luxe Mugler Alien, ну, слушайте, у них есть Angel, который почулевый, гурманско-почулевый аромат, а есть вот этот Alien, это Jasmine с амброй, очень стойко, боже, у меня этот аромат в намазе, я даже боюсь представить, что будет, если я его нанесу в распыление, я не знаю, и также я скажу про линейку, которая у него, вот эта бутиковая, в крупных таких флаконах, тоже стоит, ахерее сколько. Есть очень красивый аромат, у него чеприссимы, это почулевая груша, бесподобная диффузия, господи, шлейф просто, комплименты, ну, это сумасшествие, вот так хотела флаконить, просто я там слишком слышу, сейчас почули, немного же почули в коллекции, но так вот, если вы ищете какую-то идеальную грушу, интересную, это идеально, просто, господи, это огонь. Ну, конечно же, Марков Серджов, для Тоскова даже взять их аромат, ну, это просто, это фиалка с сиренью, мускусная, удушиться, убиться, это не смыть, это будет тебя преследовать километры, я отдала бы своей бабушке, которая похожа на него, вот этот, тип внешности, дольче габбаны, вот он ей идеально, я просто чуть не сдохла от него, просто чуть не сдохла, ну, это сумасшедший шлейф, так же, как у Александрии 2, ну, это просто шлейф, шлейфище, Opera Muse, Ascent Overdose, это вот такие шлейфище, Круздальсур, ну, к сожалению, не могу сказать, что он какой-то очень шлейфовый, это больше такой аромат, больше для меня, ну, чтобы, так, другие немножко, вздрачные, извините, пожалуйста, это вот про Круздальсур номер 2, да, вообще, в принципе, таксиржок очень стойкий, весь очень стойкий, но не во всех ароматах есть вот эта шлейфовая стильная, фторина, она будет, ну, вот эти цитрусы, они вот с маминой руки довольно-таки быстро слетели, но шлейфит, очень даже. Из Байреда я скажу про Маджава Гост, да, он не очень долго держится, он 2-3 часа, и все, его надо обновлять, но это шлейф, ну, сумасшедший, я зашла на Бали в ресторан к подруге, я говорю, слушай, я тебя с выхода слушаю, вот ты сидишь, ну, просто, а там метра 3, я говорю, ну, вот как так, вот Байреда Маджава Гост, да, я вот прям отмечу, джипси ваттер, не знаю, ну, в принципе, тоже шлейфовый, но больше все-таки Маджава Гост отмечу. Если вы хотите добавить, кстати, шлейфов в ваши ароматы, вы можете добавлять молекулу, но так как я молекулу не слышу, первую, вторую лучше добавляю, да, если вы их слышите. Добавится диффузия, он будет более шлейфовым, да, также, я так поступаю, с Литивером Лако, от Эксимула, у них очень диффузное распыление, но практически никто не слышит этот аромат, но когда я добавляю Мус Кашмир, Мас Кашмир от АТАР Коллекшн, то все играет другими красками, постоянно какие-то комплименты, боже, что это, то что прям, у меня вот такая буаль от меня идет шлейфа, и пролонгированность добавляется, просто огонь. Можно еще добавлять ароматы Джульетту, Джульет Хазеган ноты парфюма супердозы, я не рекомендую разбавлять ей ароматы, лучше классическую ноты парфюма, она тоже скатывается в пузико-котико, немножко заслачивается, но все-таки с Мас Кашмиром они различаются, сильнее там Амброксан, Амброксана-то в Мас Кашмире нету. Дальше Шанель Коконуа, ну боже, ну это просто, у меня мама со мной была в театре, я ее шлейф слышала весь вечер, потому что мы долго были на спектакле, а это, извините, не ниша, это уже люксовая линейка, черная, очень шлейфовая, так же как герленд, бутиковая линейка, Кюра Белуга, ну постоянные комплименты, шлейфище сумасшедшее, но он у меня уже как бы винтажным больше стал, потому что он у меня полежал два года, даже три уже, ему три года, наверное, если не четыре, он стал у меня прям коричневого цвета, как коньяк, половина у меня флакона, настолько сильно настойный, что я даже боюсь его брызгать, потому что там один пшик, я думаю, умри, все живой будет, в радиусе трех метров. Также вот следующая диффузная ваниль, это Бодичей Руштентейшн, это концентрация духи, красная линейка для духи, так же как и золотая линейка, поэтому они и столько стоят, извините, там можно копить, блин, годный этот аромат, но это такая диффузия, это ваниль, который будет слышать все, причем такая дорогая, и этот аромат требует того, чтобы его настояли, поэтому если он у вас приехал, два-три пшика, дали ему немножко воздуха, и поставили в темное место на месяц, в идеале будет, ну хорошо, две недели, пусть постоит, ему нужно немножко время набрать вот эти обороты, это целый день, это целый день шлейф, это диффузия, ну потому что он стоит, извините, да, но вы его будете на себе хотя бы слышать, ну и другие, соответственно, тоже, ну не можем, что происходит? Захватим марку и нить, все, конечно же, все уды у них, сумасшедшая диффузия, просто удфу-грейтнес, удфу-хэппинес, и удфу, еще один есть, напомните мне, пожалуйста, это очень шлейфовые ароматы, удовые, удовые, так же, как и блэс-барака, не заявлена нота вишни, но это очень шлейфовая вишня, очень, там амбр, по-моему, еще что-то, то есть, ну типа нету, есть там вишня, очень кислая, отчетливая, яркая шлейфовая вишня, и нить шлейфит, ну вот, кстати, абсолютно афродизиак, что я могу про него сказать, он такой коварный, знаете, он диффузно сидит облачком, он не вот этот шлейф на километры, но он то появится, то исчезнет, то есть, это вот, знаете, приманил и отманил, вот это вот про него, ну, блэс-барака и уды, они именно шлейфиат, а афродизиак, он имеет вот эту вот коварную проявленность, то появился, то исчезнет, то появился, то исчезнет, он, кстати, есть в моем аромабоксе, белые цветы, касториум, ну такое прям, хочется его вдыхать, хочется, уйди отсюда, доел вот уже, там без описателей, ну и все, я не буду говорить про Монсеру, не хочу, то есть, вы так знаете, Монсера довольно-таки стойкая, Вайлд Питон, ну тоже, шлейф, охренеть, Цедрат Боуз, Боуз, очень тоже шлейфовый, безумно шлейфовый, в принципе, вся марка очень шлейфовая, но я как-то вот ее перестала любить, ну, Вайлд Питон хорошо, на тему белых цветов, кто любит у меня девочку Килли, вообще белый цветочный аромат, да, Цедрат Боуз от Монсеры, кожа, черная смородина, много цитрусов, дубовый мух, там все, древесина, это вообще лучший цитрусово-древесно-кожаный аромат для мужчины, тоже вот этот шлейф будет на километрах, просто задрала эту Монсера, Монталь вот меня, наверное, никогда не задерет, как-то вот, не знаю, у меня, может, воспоминания у меня с теми ароматами, такое, прям вот первое, ну, очень, не знаю, надеюсь, что-то нормальный получился выпуск, потому что видите, то оса, то еще какая-то фигня, то еще кто-то упадет, то понос, то золотуха, извините, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео, самый долгий ролик за мое последнее время, потому что я пишу его уже в 2 часа, 2 часа, дорогие мои, подписывайтесь в соцсетях, пишите ваши, ваши самые шлейфовые ароматы, на ваш нос, по вашему мнению, мне очень интересно это почитать, и что хотели бы видеть в следующих выпусках, еще раз извините за мой гинекологичный ракурс сегодня, ну реально гинекологичный, господи, всем пока!